Нашу конференцию продолжают российские шрифтовики. Это на этот раз сотрудники крупнейшей в России шрифтовой компании «Паратайп», которая известна по всему миру, славится своей мощной технической базой. И на этот раз мы поговорим не о дизайне как таковом, не о проблемах дизайна, образа, шрифтового и так далее, а мы поговорим о том, как донести, собственно, этот дизайн до пользователя без потерь и своим лучшим результатом. Константин Пунарев и Александр Любовенко. Паратайп, предыдущая дискуссия была весьма интересной. Большое спасибо Илье и Юре за то, что они так прекрасно рассказали о красивой стороне шрифтового дизайна. Да, это просто невероятно. Мы сейчас все сильно исправим. Да, но у этой красивой стороны есть обратная сторона, техническая сторона, и она не менее прекрасна. Как, в общем-то, уже накануне замечалось, что несколько лет последних мы наблюдаем такой серьезный интерес к типографике и, в частности, к шрифтовому дизайну. И во многом это происходит благодаря и таким конференциям, как «Серебра набора», и нескольким нашим шрифтовым школам, и множеством мастер-классов по каллиграфии лета, либо каким-то интенсивам сделать чуть-чуть за два дня. Все это очень здорово, полезно и очень перспективно. Но, однако, с ростом общего такого дизайна уровня, когда люди все это проходят, они начинают задавать вопросы. «Окей, я нарисовал самые красивые буквы на свете, а что мне делать дальше?» Как от красивых контуров перейти к шрифтовому файлу? Как сделать несколько начертаний? Как программировать фичи и что это такое? Как, в конце концов, сделать веб-шрифт? Так уж сложилось, что в России сейчас практически этого нигде не учат. Информация, в принципе, собирается в таком режиме энтузиазно, и по крупинкам из разных источников всегда актуальных. И поэтому мы в компании «Пракет» решили, что давайте немножко расскажем и покажем на примерах типичные процессы, которые проходят с шрифтовым файлом после того, как художник с ним заканчивает работу. И чтобы было понятно, почему у нас двое и в чем наши роли различаются, мы представляем собой две грани, так сказать, две функции технологического отдела нашей фирмы. Программист-дизайнер, программист-технолог. Первый, так сказать, занимается введением дизайна, расширением знакового состава, там, коктейли, страстильные и прочие подобные вещи. А задача второго программиста – это управление процессом хинтинга, генерация шрифтовых файлов, проверка шрифтовых файлов, то есть поддержка всего софта, который необходим для работы фирмы. При этом мы оба, в общем, программисты, пользуемся таким распространенным и популярным языком программирования – питон, который нам позволяет, в общем, сильно улучшать, упрощать, ускорять работу. Да, и в работе нам часто приходится уметь делать практически со всеми шрифтовыми редакторами, которые сейчас существуют, и это и фонклаб старый, и робофон, и клипс, и уже получивший некоторую популярность шестой фонклаб, который мы уже все ждем. Мы работаем практически с любыми форматами файлов, которые сейчас доступны – это и WFB, и UFA, и клипс, и, по-моему, даже фонфордж, и файлы, и карус – все, что было, все, что есть. И, естественно, что все эти инструменты очень трудно вывязать так, чтобы они все работали вместе. И для этого, как уже Костя сказал, мы используем бельтон – очень простой универсальный язык. И это позволяет очень быстро и эффективно нам спроектировать какой-то нужный инструмент под конкретный проект. Даже часть наших инструментов наступны на GitHub как open-source проекты. Ну и, естественно, есть какие-то свои пока закрытые технологии. Компания ProType работает с очень большим количеством дизайнеров. На этой карте мы хотели попробовать как-то изобразить охват территории, на которой живут дизайнеры, с которыми мы работаем. И вот тут даже обнаружили, что вот такая неохваченная Африка, и Гринляндия с Аляской. У вас есть? Да, есть. И, естественно, что уровень дизайнеров, с которыми нам приходится работать, очень разный. Есть и суперпрофессионалы, которые готовы от и до сделать проект полностью самостоятельно. Есть и начинающий дизайнер, которому нужна какая-то помощь, консультация. Поэтому при получении контуров от дизайнера, естественно, нужно быть очень готовым к любым сюрпризам. И на этапе первичного аудита мы обычно, естественно, проверяем безнаковый состав, не знаем каких-то основных знаков, потому что, если, допустим, дизайнер не очень знаком с какими-то вот такими хитрыми знаками, то, конечно, ему нужно иногда как-то проконсультировать. И проверяем, естественно, неточности в контурах, значения, метрик и многое другое. И для этого у нас, для оптимизации этого процесса используется целый комплекс из нескольких программ и средств, которые мы сами разрабатываем и постоянно обновляем. И очень важным предметом работы дизайнера является правильная работа с контуром. От этого вообще очень многое зависит. И почему это важно? В работе над шриптовым проектом с несколькими очертаниями очень важно качество контура. И те инструменты, которые мы используем, для них это очень критично. То есть, тут как бы, что на входе, то и на выходе. Проверяем контуров, мы проводим программу визуально. Вот таким, например, скриптом Carbophone, то запустив его, мы получаем всю шкалу очертаний и видим, вот если, например, какие-то проблемы в грифах, то мы получаем такую пыльку декватру. А если там какие-то вот искажения контуров, то, соответственно, там можно увидеть букву G, например. То есть это все ошибки, которые нужно поправить, вести какие-то изменения. И в этом механизме используется достаточно такой простой математический способ элитрополяции. И о нем немножко надо рассказать более подробно. Это вообще очень важная и при этом очень простая вещь. Элитрополяция заключается в том, что при помощи нее можно из базовых очертаний сделать несколько дополнительных. Выглядит это примерно так. Между двумя очертаниями мы можем математически вычислить форму промежуточного очертания. А если захотим, то сразу несколько. И подбираем параметры и для каждого из промежуточных получить на оптимальную и, на наш взгляд, кратент такой же шкалы насыщенности шрифта. Причем иногда из-за ошибок в контурах и намеренных искажений можно получать очень неожиданный результат. Вот здесь, например, из-за смещения все одной точки получилась такая забавная буква G. И, в принципе, наверное, даже это можно как-то использовать. Можно даже попробовать, наверное, таких искажений, сделать какой-то шрифт интересный. Так или иначе, имея всего два базовых очертаний, мы можем получить столько, сколько захотим. Но на практике обычно мы делаем мега-средние, проверяем его, тестируем, все хорошо с ним, может быть, какие-то небольшие изменения относим в контурах. Потом, уже имея три базовых очертания, можем построить всю линейку. Но, в принципе, сама интерполяция штука достаточно скучная, уже достаточно изученная вдоль и поперек. Но, однако, если попробовать их скомбинировать с каким-то другим трансформацией, можно получить множество интересных эффектов. Например, в разной последовательности, уменьшая увеличивые знаки, искажая формы, и вот этого полученного уродца потом синтерполировать с базовым очертания, можем, например, вот таким простым способом получить капиталии. И для подобных таких вот сложных комбинированных трансформаций шрифтов мы сделали на питоне для RoboFund специальный скрипт, который в разных последовательностях может попробовать, позволяет посмотреть и смоделировать, что будет в результате вот этих трансформаций, многочисленных последовательных, сразу со всеми начертаниями шрифтовой семьи. Примерно вот так это выглядит в примере одного очертания. Сначала мы просто, абсолютно просто масштабируем шрифт на той толщине, которой нам надо, точнее шрифт. А потом, отслеживая множество параметров, здесь их не видно, но там такие циферки, они показывают и пропорции знаков, и толщину вертикальных, газонтальных стемов, то есть в чем даже учитывается такая достаточно типичная ошибка, когда левый и правый стемы могут отличаться на плюс-минус одну единицу. То есть это как бы все учитывается, и качество получается очень, ну, такое достаточно достойное. И вот таким образом на одно начертание, дополнительное, узкое получилось, потребовалось всего 45 секунд. Но, естественно, конечно, это не совсем так, потому что потом это начертание, естественно, нужно просмотреть, проверить, все ли там хорошо, тестировать его в тексте, какие-то, может быть, внести изменения, или, если, например, покажется, что слишком узкий шрифт, перемоделировать это все. Но в любом случае мы получаем огромную и просто колоссальную экономию времени. Так, например, для шрифта «Медиатор», который был выпущен в этом году в 30 начертаниях, мы для вот восьми, для восьми базовых, восьми нормальных начертаний сделали восемь наборов капителей, а потом взяли и еще сделали два набора базовых начертаний на степени ширины и конденсивные меры. В целом вся картина, она вот примерно так выглядела, то есть, ну, художник нарисовал три, как бы, базовых, из них мы получили восемь основных, к ним была программа нарисована капитель, а потом попарно, то есть вот этот вот важный момент, чтобы получить максимально качественный контур, нужно именно вот делать это попарно, в реализе два соседних начертания и создавались наборы конденсивные меры. Ну и потом, когда с основным набором знаков мы разобрались, можно достаточно быстро от них махом сделать все сразу композитные знаки, алицентированные, вот, и таких макросов у нас очень много. А потом, когда все это уже с этим, с буквами закончили, начинается такой очень занятный процесс проверки и различных трансформаций кермика. С ним тоже можно делать еще много разных операций, перенос, скалирование, масштабирование объединений и разделение по определенным правилам, но увидите, что получилось в итоге, можно только посмотреть конечный результат. В целом, не проведя достаточно много таких сложных тестов. Вообще, когда я думал, как проиллюстрировать этот процесс с кермингом, потому что его вот так просто проиллюстрировать, мне такая фотка попалась на глазах. Она, на самом деле, очень хорошо подходит под это, потому что вот все эти метаморфозы с кермингом, они очень часто напоминают такое путешествие, ну, к какой-то древней подводной лодке, когда плывешь по компасу, узнать, куда прибыл, может, только после всплытия. И, тем не менее, в общем-то, для подобных операций у нас достаточно большой арсенал инструментов, он дает нам очень серьезную экономию времени, и, может быть, он не всегда удобен, скажем так, с точки зрения использованный, но экономия времени тут важнее. И после того, как мы разобрались с кермингом, можем уже приступить к формированию OpenType фичи. Теперь перейдем к тем расширенным возможностям шриста, которые обеспечиваются форматом OpenType. В первую очередь, это OpenType фичи. Специальный код, который позволяет выбирать капители, поставлять мускульные цифры, выполнять постановки альтернатив и прочих. К сожалению, пока не все приложения поддерживают OpenType, но их становится все к большему. Недавно, в принципе, Microsoft Office, такой популярный распространенный продукт, тоже стал поддерживать фичи в каком-то объеме. Но основными эталонными приложениями в этом смысле нас являются приложения Adobe InDesign и Illustrator. Они поддерживают наибольшее количество фичи. Начнем с самого-самого простого примера для детей. Наберем на дизайне цифры и попробуем переключить их в старостильные формы. Выделяем текст, переходим на него в OpenType, значит, выбираем в OpenType. Все знают это. Все совершенно элементарно. Чем обеспечивается это переключение? Во-первых, в шерсте должна быть форма старостильная. Она зеленая. И во-вторых, в шерсте должен быть специальный код, который описывает эту постановку. Само себе она не будет, могу сказать. Это вот эти три строки. Но обычно в постановках фигурируют не отдельные знаки, а группы знаков. Ну, поскольку там удобнее. И в данном случае, как правило, эти группы выделяются в такие классы. И фичи уже оперируют не знаками отдельными, а просто классами. Так фичи получаются намного удобнее. Собственно, фичи существует большое количество, но, в принципе, они делятся на два основных типа. Подстановочные и позиционные. Первый тип отвечает за постановку знаков. То есть, в предыдущем случае, старостильные цифры, остановку лигатур, остановку капителей. А второй тип, позиционные фичи, это керлинг. Фича марка, такая довольно сложная штука. Иногда от фичи отличается регистрозависимую пунктуацию. Интересная вещь, в общем. Полный набор фич, даже для стандартного, по составу знаков шрифта, это довольно такой длинный текстовый код, который, кстати, учтую, для каждого отдельного шрифта, при производстве. В общем, длительное такое занятие, молотонное. Но на самом деле, фичи-то, многие, по своей сути, не меняются от шрифта к шрифту. Меняется только тот набор знаков, которыми конкретные фичи оперируют. Например, там капитальная фича, она переключает капитали, но в одном случае есть расширенная кириллица, в другом нет расширенной кириллицы, и то же самое касается владельца. Поэтому, несмотря на то, что сама фича одинаковая, нужно в каждом случае индивидуально комплектовать те самые классы. И, в общем-то, очевидно, приходит к дому простая мысль – поручить это какому-то скриптуру. Мы экспериментировали, и несколько лет назад написали такой специальный большой огромный скрипт, который так громко и серьезно назвали OpenTap Creator, который автоматически комплектует классы для фич, для каждого конкретного шрифта. В принципе, его работа был очень простой, то есть и есть. Он основан на определении имени знака. Все дополнительные знаки, всевозможные интернативы, капители, старостильные, именуются с дополнением к имени определенного суффикса через точку. Например, A.SM7. Это означает, что вот эта капительная, она должна пойти в капительную фичу и там работать. Вот знак TSS01 означает, что этот знак должен пойти в стилистический CSS01. И OpenTap Creator просматривает всю карту знаков, просматривает их имена и автоматически раскладывает по классам эти знаки. Вот. То есть, таким образом, используя суффиксы, именно суффиксы, имена знаков, можно прямо на этапе дизайна, то есть, когда еще рисуются эти формы, сразу им задавать значения. Вот. Мы доверили к этому такой сцене, что в типичном таком системе, который состоит из гимилицы, ожиренной латиницы с капителями, дровями, ликатурами, он одним нажатием кнопки строит все фичи. В общем, их больше не надо редактировать. Это нереально много, на самом деле. Да, но, к счастью или не к счастью, не все фичи могут быть сделаны программами. Точнее так, часто бывает нужно сформировать фичу по определенным правилам, которые может знать только дизайнер. И вот, в прошлом году, например, был выпущен такой шрифт, как Афразина. Это шрифт в трех начертаниях. Каждое начертание было вручную нарисовано разными перьями на разной бумаге. Такая фэнтезийная вариация на тему каллиграфии. И в этом шрифте мы хотели добиться максимально, насколько возможно, эффекта естественно человеческого почерка. В нем для каждого из трех начертаний было нарисовано в среднем по 1200 знаков. И практически каждый алфавитный знак имел пять или даже больше альтернатив. И, конечно, управиться таким объемом знаков без помощи каких-то программных навыков было бы весьма непросто. И поэтому мы решили придумать, как управиться с этим. Еще на этапе оцифровки каждый глиф автоматически маркировался специальным образом. Там, где точки должны были соприкасаться в глифах между... Так как шрифт как бы связан скрипт, там каждая точка в определенных позициях маркировалась специальным именем. Это позволяло нам оперировать этими точками так, чтобы двигать их как-то программно или совмещать между собой, устраивать метрики глифов. И в зависимости от имен точек еще и формировать суффиксы глифов. И еще они вот так вот красиво подкрашивались, чтобы было радостно работать. А потом специалист глиф опять же тоже на бетоне просматривал шрифт, сопоставлял эти суффиксы с точками, которые внутри глифов. И формировал довольно такую замысловатую, сложную такую фичу контекстуальных установок. Фича Кальт, так называется. И, конечно, потом, после того, как все было сгенерировано, мы просматривали каждое начертание, тестировали в разных текстах, смотрели, как он себя ведет. И, естественно, что человек, человеческий глаз лучше, чем робот работает. Поэтому кое-что, конечно, пришлось поправить уже вручную. Но в целом, конечно, экономия времени была тоже огромная. И в конечном итоге мы получили очень такой забавный шрифт, который при наборе текста ведет себя почти как человеческий почерк. И вот даже ребята из сайта типографик.org его отметили и включили в список фаворитов 2015 года, что очень приятно. И постановка мы с фичами закончили. И после каких-то небольших манипуляций с файлом шрифта можно сказать, что шрифт уже готов для использования, но только для печати. Ну, или скажем так, только для печати. А для того, чтобы мы, поскольку мы перфекционисты, мы хотим, чтобы шрифт идеально выключил еще и на экране. И вот тут как раз мы у Женя не обойтись без true-type хитинга. Что если шрифт полагается использовать на вебе? Не у всех хитинга. К сожалению, но это да. Или просто нужен true-type файл какой-то для дистопной работы. Вот тут нужен тот самый страшный, специфический, малопонятный true-type хитинг, которому, в общем, вообще никто не видел. Прежде чем углубляться в тему хитинга, мне очень нужно сказать, что хитинг на самом деле работает только в Windows. А на Macintosh хитинг не работает. Поэтому вот другого Macintosh. Но, тем не менее, это здесь. Зачем нужен хитинг, в принципе? Вот для на Macintosh давайте сравним две иллюстрации. Это хитинговый и нехитинговый. Ну, здесь не очень точное решение, так сказать, слегка замечает картинка, но это довольно очевидно. Видите, как скачут буквы? В ней хитинговый видится. Видите, хитинговый, насколько легче читается. Вот дальше мы посмотрим на шрифт, на примере другого шрифта, сейчас была Цельцея, а сейчас мы посмотрим на Медиаторе. Там отобраны несколько букв. Ну, почему это сделано, я сейчас скажу. Картинка страшная. Я бы это убеждал. Вот. Но это просто очень сильное увеличение. Здесь пикселы. Вы ее не бойтесь, когда в нормальном масштабе это все выглядит достаточно мягко. Но те, кто занимается хитингом, те работают с пикселями. Им приходится вообще-то работать в этих нефеловеческих условиях. Есть три варианта, как отхинтовать шрифт. Ну, три таких, я бы сказал, самых доступных варианта. Остальные нужно поискать. Первый вариант – это автохинтовка сторонними утилитами. Лучший из них – это 3-тайп автохинтер с фон-клапом. В принципе, она в интернете, я могу найти, она бесплатная. Второй вариант – это автохинтовка с фон-клапом. Там есть кнопочки. И третий вариант – это ручная хинтовка с фон-клапом. Тут кнопочки нет. Здесь много кнопочек и много времени. Первый вариант – полностью автоматический. Вот результат его работы. На обработку требуется приблизительно одна минута. Ну, для типичного шрифта. Какие недостатки? Во-первых, вот просто, так сказать, недостатки автоматической хинтовки – это вот некоторые искажения контента в некоторых размерах. И второй, серьезный для нас очень недостаток – этот автохинтовщик работает с 3-тайп файлом, построенным уже. А у нас все работы лежат в проектах. Wave-by-файлом. Мы бы хотели, чтобы весь хинтинг лежал именно там. А с 3-тайп автохинтером получается, что мы сначала строим шрифт, потом мы автохинтуем. И если нужно что-то поправить, в смысле вот этих вот двух знаков, то мы прямо уже в 3-тайп, начинаем их полностью перехинтовывать, только полностью нельзя поправить. Вот. Эти два знака. И вот получаем шрифт. Но если нам потребуется в шристе что-то изменить, там добавить какую-то группу знаков или что-то, то мы опять генерируем, опять запользуем их крытами, и опять самопоправляем эти два знака. То есть для нас это, вообще-то говоря, неприемлемо при таком количестве работы шрифтов. Вот. Второй вариант. Такой очень, в принципе, достаточно хороший, если ничего больше нет, управляем фонплабом. Это автохинтик само фонплабе. Он делается очень быстро. Там тоже 2-3 минуты, буквально там с расчетом рецитерна. Вот. Результат очень, в принципе, неплохой, но иногда он промахивается досадным образом. Вот, например, видно, да? И второй промах – это вот негармоничное, я так сказать, негармоничное положение среднего штриха, как иногда, при увеличении размера. То есть он скачет там, во-первых, получается B некрасивая вот подоконка размера. В данном случае. Вот. То есть, большое достоинство. Автохинтинг вы получили, он хранится в вайбай-файле. Мы всегда можем зайти поправить. А недостатник – править окон. Третий вариант – ты начинаешь винтовку. Да, значит, никаких автохинтингов. Просто сидишь, мышью, пикселы перед глазами, все делаешь. Значит, можно получить очень хороший результат. Ну, например, у вас ручной хинтинг нехинтованный, хинтованный. Тут все, и гармонисы пытаются. Все в порядке. Все в ВВП. Но время. Получается хинтинг такого типичного шрифта Кирилльцы и Латиньцы где-то, ну, так, опытный человек. Опытный. Два дня. А если это семейство, там, десяти-двенадцати шрифтов, ну, это месяц. Месяц работает. Это невозможно. Вот, теоретически, еще есть, на самом деле, вариант хинтинга Майкрософский шел 3-тайп. Такой чрезвычайно мощный продукт. Требует какой-то, вообще-то, колоссальной подготовки, на самом деле. Вот. Сделать можно, ну, можно сказать, все. Но недостаток тот же, что и в 3-тайп автохинтинге. Он работает с 3-тайп файлом. То есть мы строим 3-тайп, в нем наводим великолепнейший хинтинг, и потом добавляем одну дуку в проекцию какую-то, которую мы просто пропустили, понимаете? Вот. И все заново. А хинтинг там такой же мощной, как и в фонтлабе. То есть те же несколько хинтинга. Вот. Вот давайте теперь посмотрим, собственно, 3 результата. Мощной, фонтлабный и 3-тайп автохинтинг. В общем, мы решили вот поискать какой-то способ такой, который бы нам помог соединить достоинства всех способов. Найти такой принцип хинтонский. Где-то 4 примерно года назад мы к этой теме уже серьезно обратились. Решить надо вот 3 основных задачи. Первое. Это найти такой рациональный способ постановки хинтов. Рациональный с точки зрения программы, не только человека. Второе. Сделать автохинтовочную процедуру, которую вы ставили на хинтинг. Именно по этому рациональному принципу. Простому, понятному рациональному принципу. И третье. Еще одна вещь, которая появилась недавно. Это использовать возможность сглаживания контуров Windows. То есть Windows немножко приближается к литине, даже на тех экранах, где литины нет. Там существуют всякие технологии сглаживания. Вот еще раз вернемся к трем результатам, которые были получены нашими сложными работами. И давайте еще раз посмотрим на те моменты. Вот. Первое. Это непропорциональное положение среднего штриха при некоторых размерах. Вот видите? То есть вот эта часть стала больше, чем эта. На этом размере. Хотя на самом деле по рисунку это наоборот. Второе. Это такая негармоничная толщина среднего штриха на некоторых размерах. Диагонального штриха. Который химтуется непросто. И третья часть. Это не штрих. Это дистанция между некоторыми угловыми точками двух контуров соседних. Вот эта цифра восемь. Видите? У нее то наплыв в середине, то, наоборот, очень тонко. Вот. То есть там нет стэма как такового. Там есть просто дистанция. Но эта дистанция тем не контролируется ни в одном автохиттере, ни в фонклабовском. Ни в другом. Теперь посмотрим. Совсем сложно. Для тех, кто не заходил в это окно фонклаба, может быть просто интересно вообще посмотреть. Каков результат процесса автохитинга в фонклабе? То есть берем буквы, запускаем автохит, он ставит вот эти хинты. Хинты это вот эти вот штучки, как называемые линки. Они контролируют преднамеренное искажение контура для того, чтобы буква легла на сетку. Вот черный контур это исходный, естественный контур. Серый контур это тот контур, который получился под действием этих линков. А серенькие точки внутри это собственно те шарики, которые заполняют контуры, это пикселы. Мы их видим на экране. Вот в данной схеме получается, что верхний линк, он привязан к зоне прописных букв. Нижний линк, он привязан к зоне базовой линки. А средний линк, он ни к чему не привязан. Он существует сам по себе. Он просто выравнивается на сетку там, как ему ближе. В результате получается такая забавная вещь, что он никак не старается соблюдать пропорции, дистанции между верхним и нижним штрихом. А если вот Саша говорил о великолепной вещи интерполяциях, если мы применим здесь интерполяцию, то мы получим немножко иной результат. Вот как вот эта инструкция интерполяция. Ее можно представить физически, как такую некоторую резинку, мы ее привязали к верхнему штриху, к нижнему штриху, а здесь зацепили средний. Если мы тянем вверх, средний штрих пропорционально поднимается. Отпускаем его вниз, средний штрих пропорционально опускается вниз. Вот, то есть при увеличении размера шрифта, средний штрих становится связан с верхнего и нижнего. Это простейшая инструкция. На самом деле, вот этот принцип интерполяции, он может быть применен и к диагональному штриху. Вот так автоматически ставится. А вот простейшие две инструкции. И вот смотрите, сейчас. Вот в авторе, видите, штрих такой, здесь такой. А если здесь так, то средний штрих становится намного более спокойным. В восьмерке, где вообще нет степени. Это так получается автоматная инструкция. Вот так было. Элементарные изменения. Смотрите, средняя часть намного спокойнее. Конечно, не для самых крутасов, но все-таки это намного лучше результат. Именно принцип интерполяции мы применили в своем таком алгоритме автохинтовочного скрипта, который мы проработали в 2014 году. Используем до сих пор. Мы его развиваем, но он по принципу остается неизменным. Вот теперь мы сравним. Это реальный на самом деле эксперимент. Я его не так давно делал. Это обычной хинтинг. Это автохинтинг, этим скриптом. Видите, некоторые дефекты останутся. То есть кое-где все равно интерполяция средними штрихами точно выставляется. Но это ограничение, оно такой, как бы можно сказать, недостаток хинтунский, который заложен в пятом фонклабе. Мы вот сильно сейчас надеемся, что в шерстовом фонклабе мы это все исправим, он нам все сделает отлично. И, в общем, практически куча времени будет освобождено. И важно в этом автохинтовочном скрипте нашем в том, что вообще-то весь результат остается в ОМП. Мы всегда можем дополнять буквы, можем перехинтовать. То есть все работает на проект. Еще один момент. Мы решили положение вот среднего штриха, но попробуем обратиться к одной особенности отображения 3-тайпа на экране. Это неприятная особенность, это так называемые скачкообразные изменения ширины штриха. Вот видите, между этими дверазмерами штрих просто прыгнул по толщине. То есть вот здесь в один пиксел, а здесь пошел сразу в два. А если мы сравним мастеризацию по скриптам и 3-тайпам шрифта. Смотрите, здесь горизонтальный штрих, он визуально плавно увеличивает свою толщину. Преувеличение размера, это если смотреть в масштабе один к одному, то это действительно плавное нарастание. А 3-тайп, видите, у него между этим и этим размером в принципе даже, можно сказать, меняется рисунок. Понимаете? И это вообще неприятно. Однако, современные системы Windows позволяют скважину не использовать. Там не всегда и не везде, не у всех программах, но их становится все больше. Почти все браузеры сейчас эту технологию используют. Но, к сожалению, в фонд-лабе нельзя сделать такой хитинг, который бы работал таким образом, чтобы поднять браузер, например, скважинами, а работает, а в каких-то программах, где оно не работает, шрифт вы увидел бы хорошо. То есть, либо-либо. Мы решили повозернуться с этим делом и поискать какой-то способ. И нашли, в общем, такой способ, написали специальную утилику, которая в черепте, в построенном черепте, немножко специальным образом, хитованным, но все очень просто, не понятно, делает так называемое, мы его так называемое, ветвление инструкции. Что это означает? Что шрифт, прежде чем лострироваться, он смотрит, может он делать вот такой грейс-кейл, как опыт тайм. Или не может он, вынужден работать как ПТС. Если он может, он переходит как бы на другую инструкцию, переключается в другой режим. Вот. Причем, вот эта программа, она работает прямо в фонд-лабе. То есть, ее не надо отдельно запускать, просто запускаешь генерацию шрифт, и шрифт уже сразу генерируется таким. Вот, пожалуйста, результат. Мы его называем, вот, для простоты ПТТТФ, так сказать, ПТТТФ. Вот результат его артистеризации в браузере. Видите? Он выглядит очень похоже со фонд-лабе. То есть, его точина шрика нарастает плавно, и рисунок не меняется. В отличие вот от этой пары. Но этот же шрифт, если его запустить какой-нибудь старый, там, вверх 2007, он будет работать как обычный шрифт ПТТФ. И еще одна такая тема, которую мы долго, так сказать, много раз обсуждали, надо, не надо, но все-таки решили его оплатить в жизнь. Это тема, навеянная, в общем-то, извне, в том числе, это, так называемый, перенос инструкций. В чем смысл? Во многих шрифтовых семьях, даже, на самом деле, в ближайших шрифтах, многие буквы, на самом деле, имеют очень схожую геометрию. То есть, они построены так же, там приблизительно то же количество точек, в общем-то, примерно такие же попорции, примерно такие же стемы. И сразу приходит голову сюда, не взять, просто взять эту программу хитикой, готовой, просто переставить буквы B одного шрифтах, буквы B другого шрифтах, шрифтахового файла. Вот, но там, к сожалению, не все так просто. Дело в том, вот, две буквы одного семейства, только это нормальное чернование, это жадное. Они почти совершенно одинаковые, но отличаются, там, по количеству точек, буквально на несколько точек размещается контура. Может быть порядок точек отличаться. В результате вот этот линг, вот, в этом начертании связывает нулевую и сорту первую точку. А в этом начертании нулевую и тридцать девятую. Инструкцию нельзя просто перенести. Вот тут мы, значит, там думали-думали и нашли очень интересный способ пользоваться сами font-labом. Даже мы их не считаем, эти точки. Мы просто запускаем скрипт, который нам отдает по программу хитовки из этого знака в этот, по пути просто меняя индексы точек. Вот. И, поскольку все это происходит внутри font-lab, то есть это переносит визуальные VVV инструкции, это, в общем, очень удобно, потому что там, после этого, может быть, небольшие правки и всех готов. На самом деле переносятся где-то вот 70, в сложных случаях, где-то 95% в хороших случаях инструкций, а процентов знаков инструкций переносятся. Вот. То есть несколько знаков все равно приходится править. На самом деле приходится править часто и таблицу STEM-ов, но это специфические вещи, кто знает, представляет это себе. Вот. Но это, в любом случае, правки, ну, на порядок меньше по времени, чем если бы это просто делать зелую жду или даже постамат. То есть, таким образом, используя вот эти вот две технологии автохинтинг, перенос инструкций, мы сократили время работы со швездом, вот, с тех самых двух тяжелых дней до приблизительно двух-четырех часов до начертания. Вот. Но это, мы считаем, что это, вообще-то, довольно много. Ну, и плюс к этому вертикальное сблаживание, это тоже хорошо. Значит, на самом деле после хинтинга и, особенно после переноса хинтинга, там есть некоторый риск получить инструкцию, которая искажает компанию. Вот. И поэтому есть две утилиты, которые могут быть вам полезны, которые контролируют вот этот, значит, перенос инструкций. Вот. Это макрософтская утилита флинг. А, собственно, против проверяющейся на работоспособность и консистентность, это можно в макрософт фронтфолидатором. Ну, вот. Еще, да, еще один интересный эффект. У нас несколько сотрудниц работают именно на хинтинге. Они видят эти точки, они, в общем, это их хлеб. В общем, мы так даже не можем. И работая с каждым контуром, разглядывая каждый контур, они находят такие ошибки, которые вот никто до сих пор вообще все не увидел. Ну, там где-то сдвинута, значит, акцент, там где-то немножко стемп не такой. Вот, в данном случае, моя жена Галя хинтует шрифтом. Вот, она ведь и задумывалась, потому что там акцент, ну, совершенно стоит не там. И никто этого до сих пор не заметил. Так что, вот, ручной хинтинг, на самом деле, да и любой, это очень мощный контроль начисто. Вообще, это серьезно. Ну, и, в общем, давайте теперь посмотрим, с чего мы начинали и к чему пришли. То есть, была идея, был, значит, исходный шрифт, вот, была интерпаляция, получили файл в формате .vfb, заполнили структуру фонтейнсу, керпник, фичи. Дальше, из каждого файла, мы делаем финальные .vf файлы, то есть, это технологический процесс, поскриптные и .tri-тайпные. В каждом делается соответствующий хинтинг. И к финалу мы имеем два типа .vf файлов. Это поскриптные .vf файлы, .tri-тайпные .vf файлы. Из поскриптного, в общем, простейшей операции встроим open-tip. Строим чуть-чуть более сложный, строим true-tip. WebKit. WebKit, это, значит, какой-то набор для шрифтов, там, для набора. Строится из true-tipного файла. По сути, это тоже true-tip. Там делаются небольшие настройки. И потом из этого же WebKit строится вот набор файлов. Строится тоже наше, в конце концов, скриптов. Не стали мы ничего использовать другого, потому что нам нужна наша собственная тема страница для этого набора. И нам просто удобнее контролировать все это прямо из файла, никуда не перенося ни на Web, ни на другую программу. Вот таким образом мы получаем шрифты, которые можно показать. Да, и вот, наконец-то, мы все форматы построили и выкладываем их в онлайн-магазин, и даже можно денег заработать. В заключение, надо сказать, что все то, что мы показали и то, что мы не показали, мы используем не только, естественно, для своих проектов, но и для заказных работ, которых в последнее время очень много. И, в общем-то, мы работаем, как видно по этой карте, магическим растением мира. И начинающим дизайнером, и с профессиональным дизайнером, и с большими, с валидами, и с малами, и с коммерческими компаниями, и с государственными учреждениями, и даже с супер-мега-большими международными корпорациями. Вот, и, да, и спектр задач, которые приходилось решать, он, конечно, огромный. Так что, если у вас есть какие-то проблемы с нашими проектами, можете обратиться к нам. Спасибо. 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 Спасибо.